Здравствуйте, уважаемые зрители. Позвольте представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Евгения Карлин, психолог, доктор психотерапевтических наук. Добрый день, Евгения. Здравствуйте, Юрий. Евгения, только что завершился учебный год. Для многих детей и их родителей этот год был очень тяжелым. Домашнее обучение, снижение успеваемости. Как дети закончили этот год? Слушайте, для меня это личная тема тоже. У меня дочь выпустилась в прошлом году, а сын учится сейчас. И все те навыки, которые у нас были, и вся эта система, которая работала до, она не работает в принципе. И сначала я так доверяла крепкости построенных отношений и доверию к нему, а в мае месяце обнаружила, что мой сын практически двоечник, чего не было никогда. Поскольку я в принципе не контролирующая мама, и все у нас работало отлично, я поняла, что просто все то, к чему мы привыкли, и то, что мы выработали, оно не работает, и надо перестраиваться. Мы все-таки перестроились, перестроились экстренно, быстро, и все окей. Но это то, с чем столкнулись абсолютно все. Это правда. Но это некоторая новая действительность, и когда что-то приходит новое, всегда повышается, во-первых, тревога, потому что мы не знаем, мы не знаем, что будет, и эта неопределенность, она вызывает и некоторую растерянность, и непонимание у кого-то, вызывает злость, потому что хочется, чтобы было как прежде. Как прежде не может быть, и мы не знаем, будет ли. И с другой стороны, ну как бы в этом вопросе, наверное, очень много феноменов, о которых можно говорить. С одной стороны, у нас у всех разный психотип, и кому-то окей быть на удаленке, кому-то окей быть дистанционно, и да, нам как родителям дико это неудобно. Конечно, нам очень удобно отпустить ребенка в школу, и чтобы это решали все вопросы учителя, кто-то другой, мы работали. Но если мы берем самих детей, то есть дети, которым в школе плохо. Есть дети, которые в моей практике сегодня приходят, и они очень рады тому, что они учатся дистанционно. Потому что, как и среди взрослых людей, кому-то окей работать из дома, кому-то невыносимо работать из дома. Сейчас есть опция, мы можем ходить в офис, можем не ходить, так на большинстве компаний. И тем не менее, часть моих знакомых не спешат возвращаться в офис, не из-за безопасности, а из-за того, что так удобнее. И я думаю, это как бы тоже та правда, которая обнажилась. У нас сейчас есть выбор, да, и у наших детей есть выбор. И дети сейчас могут сказать о всех тех трудностях, которые были, может быть, более открыто, потому что раньше какая разница, тебе все равно надо идти в школу. Сейчас разница уже есть. И, например, дети интровертные более, или дети, которых, не дай бог, травили, или дети, у которых плохие отношения с одноклассниками, конечно, им из дома учиться лучше. Вопрос качества этого образования. Дети хотят общаться, дети хотят коммуницировать, им это запрещают. Для самих детей что лучше, слушаться и учиться дисциплине, или наоборот, вырабатывать себе навык непослушания? Слушайте, ну я вообще не люблю обобщение. Вот кто такие все дети, я не понимаю, о ком идет речь, потому что мы все люди. Это совершенно непонятно, о чем идет речь. Я думаю, что детям, конечно, важно учиться общаться. И у нас это в принципе сейчас проблема, да, эмоциональная грамотность, коммуникативная грамотность, это супер актуальная тема сегодня. Но они, понимаете, их актуальность, она, во-первых, была всегда. И актуальность обострилась не тогда, когда дети перестали ходить в школу. Она обострилась, когда появились гаджеты, например, да, потому что живого общения стало намного-намного меньше. И появляется некоторая подмена и замена. И если мы возьмем все-таки ситуацию шире, временной период шире, то мы видим, что многие дети, они уже мало общались, правильно? Они общались через гаджеты, они общались через игры, например, игры в сети. И это все у них осталось. Они сидят дома, они играют. И виртуальное общение, все тоже осталось. Хорошо это или плохо? Ну, как бы я не люблю такую постановку, мне больше интересен феномен как таковой здесь. Конечно, мне это не симпатично, потому что я человек и по своему темпераменту, и с той профессией, где мы очень ценим общение, да, и эмоции, и, конечно, человеческое тепло ничто не может заменить, никакой гаджет. Но я думаю, что проблема общения, она раньше стала возникать, чем все дети сели дома. Здесь появились другие проблемы, конечно. По статистике, за время чрезвычайной ситуации, случаев обращения в полицию в связи с семейным насилием стало на 37% больше. Страдают женщины, страдают дети, психологически, возможно, страдают и мужчины. Как справиться с этой ситуацией и как сделать так, чтобы не страдали дети? Слушайте, ну, статистика очень грустная. И дети будут страдать, пока страдают родители, это точно. Дети не могут не страдать, если страдают их родители. И я думаю, это гораздо, гораздо шире, чем просто то, что мы сели дома. Это общая неизвестность, это общий страх, это общая тревога, это общая растерянность, потому что сейчас тоже сейчас очень сложно с перспективой будущего, да. Тревога же, она все время устремлена в будущее. Когда нам будущее окажется определенным, мы немножко успокаиваемся. Это, конечно, иллюзия, да. Но, тем не менее, мы успокаиваемся. А сейчас вообще ничего не понятно, да. Насколько мы можем планировать, насколько мы можем даже банально планировать путешествия. Или тоже пойдут ли наши дети в школу, будет ли работа, пойдет ли бизнес. Те люди, которые работают там в сфере ресторанном, туристическом, вообще они все были подвешены. И, конечно, это общая тревога, это общее напряжение, это общая неудовлетворенность. Она вся напрямую отражается в агрессии. То есть агрессия, она, в принципе, очень во многом связана с неудовлетворенностью. На научном языке мы говорим фрустрация. Если человек фрустрирован, то агрессия сразу становится выше. И плюс мы были заперты в одних квартирах, в одних, в маленьких помещениях. Это физически очень тяжело. И когда COVID случился год назад, мы говорили, слава богу, это весна, мы могли гулять, и это было окей. И мы с друзьями говорили, боже, если бы это случилось в ноябре в нашей темной, серой Латвии, как бы это было бы, мы бы начали выходить из окон. И это случилось в ноябре. Мы, по-моему, 1 ноября в последний раз сидели все в ресторанах. Вы помните, какой-то был бум. Объявили вот последние три выходные, все, и все закроется. И все пировали, и знали, что все потом закроется. Вернемся немножко к подросткам. Подростки и дети готовы говорить о своих проблемах? Да. Вопрос в том, каким образом. Например, дети, они не могут сказать словами очень часто. Это взрослый человек, он может прийти и сказать, слушай, мне так плохо, мне так тревожно, мне так страшно. Дети, они обычно, чем меньше ребенок, тем меньше он способен вербализировать это. Не только потому, что он не владеет еще языком, потому что просто это еще такая неразвитая зона. И дети практически всегда говорят симптомами, симптоматичным поведением. Мы берем не только симптомы болезни, мы берем некоторые странности поведения, или вот тут уже внезапную агрессию, болезни в том числе. Они как бы говорят своим поведением, что-то не так. Это некоторое симптоматичное поведение, которым они сигналят, говорят, обратите внимание. Подростки говорят уже словами, естественно, гораздо больше. И сегодня культура такова, и информированности у них уже очень много о профессии психолога и психотерапевта. И у меня в практике есть несколько ребят, которые прям требовали, чтобы их отвели к психологу. Да, они говорят, родителям довольно долго ты можешь меня отвести к психологу, мне надо выговориться, мне надо поговорить. То есть это не считается чем-то зазорным? Нет. И мне кажется, в определенных кругах это даже некоторая такая фишка, они могут этим блеснуть. Знаете, у меня есть психоаналитик или психотерапевт, это довольно симпатично. Другое дело, что, конечно, в работе они все равно, ну, там нет такого еще уровня, естественно, рефлексии, осознанности, и там есть свои специфики. Вернемся к подростковой агрессии. Что делать родителям, если они видят, что ребенок испытывает агрессию? Ребенок, подросток точно будет, да, испытывать агрессию, потому что это норма, это норма для этого возраста. И молодые люди, в общем, они такие более импульсивные, живые, мозг так еще устроен. И если мы возьмем, например, я сказала, что агрессия связана с фрустрацией, да, с неудовлетворенностью, но если мы возьмем по возрасту, то, допустим, молодой человек, подросток, удовлетворенный, будет все равно, скорее всего, более агрессивный, чем неудовлетворенный взрослый. И особенно такого спокойного темперамента, чтобы в них все бурлит, и гормоны, и прочее, прочее. Дальше нам надо смотреть, что же это за агрессия, потому что, ну, агрессия, она бывает очень разная. Бывает такая спортивная, полезная агрессия, да, которая позволяет достигать, потому что вообще в агрессии, внутри нее, это эмоция злости, да, у нас вырабатывается адреналин, и человек идет на достигательство, на достижение. И это очень хорошая эмоция, потому что она связана с тем, что дает силы добиться, получить то, что человек хочет, да, это биологическая некоторая программа, или наоборот защитить себя. То есть, когда нас обижает, агрессия или злость, это эмоция, которая разгоняет адреналин и позволяет себя защитить. Поэтому в спорте мы, например, вообще без агрессии, да, не можем. В сексе без доли агрессии тоже невозможно, потому что агрессия дает напряжение. Но есть, конечно, агрессия разрушающая, и у подростков очень часто еще саморазрушающая, да, автоагрессия, что мы говорим. И автоагрессия, она встречается, может быть, даже чаще, чем проявленная агрессия. И в принципе, когда, например, ребенок там режет себя, подросток царапает себя, обычно в этом лежит то, что, на самом деле, он хотел бы расцарапать кого-то другого, да, он хотел бы проявить, выплеснуть агрессию на кого-то другого. И, ну, у него есть запреты, у него есть страхи, у него есть подавленность. А часто такое случается? Достаточно. Мне трудно, понимаете, сказать, потому что, ну, статистики такой я не встречала. И вообще ничто так, по-моему, не врет. Я понимаю, что речь идет о синдроме пограничного поведения или как-то так называлось? Слушайте, ну, знаете, вообще подростки по своему поведению, они очень вписываются в пограничное поведение, если мы рассматриваем таковое среди взрослых, да, то есть для подростка есть норма то, что не есть норма для взрослого человека. В этом плане они все немножечко такие пиковые по поведению, да, они острее проявляют все. И вообще такой профиль личности, он очень пиковый, а пиковый профиль личности, он часто соотносится с пограничным. Но мы делаем поправку на возраст и понимаем, на ситуацию и так далее, что нет-нет, это какое-то временное явление. Не всегда, но часто. И автоагрессия, ну, я работаю в определенной сфере, я могу сказать, да, часто. Насколько часто среди, в принципе, ребят, на статистику я бы не опиралась, потому что очень искажает реальную ситуацию. Ну да, довольно часто. И вопрос просто в том, чем больше ребенку было запрещено выражать злость или какой-то гнев открытым способом проявленным, тем больше шанс, что потом, конечно, это все на себя обращают. Если взять такие вот наиболее острые случаи, то есть месяц назад в Казани подросток устроил, ну, там старший подросток, выпускник, устроил стрельбу в школе своей, в гимназии. Он вернулся, застрелил двух учителей и семерых своих сверстников. Как вы считаете, такая ситуация возможна в Латвии, в принципе? Слушайте, ну, я думаю, такая ситуация возможна где угодно. Это не вопрос того, что в одной стране возможно, а в другой стране невозможно. И мы знаем случаи в других странах, к сожалению, что такое бывает. Но, видите, этот феномен для меня, эта история, которая произошла, она отчасти, конечно, показывает нам, ну, такое проявление подростковой агрессии. Допустим, я где-то читала, что, может быть, там его травили в школе, и что-то он эту школу там сильно ненавидел. Но по статистике, по той же, которую мы сегодня упоминаем уже в третий раз, 50% детей когда-то подвергались травле. Как понять, что они подвергаются травле? Что такое травле? Ну, по определению травле. Это когда, а, направлена агрессия на одного человека, б, что это происходит регулярно, и ц, что это со стороны группы, да, чаще всего. Либо там это буллинг, это кто-то один начинает разгоняться, то есть вот этот бучок разгоняет, либо моббинг, когда это толпа, да. Подростки готовы говорить о таких ситуациях, что вот у них возникли проблемы, или они замыкаются в себе? Они будут готовы говорить, если готовы говорить об этом взрослые, потому что вот этот навык не говорить, он когда-то образуется, он образуется почему-то. Потому что если мы возьмем вообще историю он-то генеза, индивидуальная, да, история биографическая, то в принципе дети изначально говорят, мне плохо, мне больно. Да, они приходят к родителям, они заявляют, они не молчат. И для того, чтобы ребенок, а потом подросток научился каким-то образом молчать о своей боли, о том, что ему плохо, ему нужно было где-то этому научиться. То есть у него должен быть опыт в его истории, что он приходит, а ему, например, говорят, ты сам виноват, или сам разбирайся, или нам вообще не до тебя. То есть он где-то, причем несколько раз, скорее всего, получал отказ в той или мере, отвержение в той или мере, поэтому потом он и начинает молчать. Хорошо. Несколько лет назад в русском сегменте интернета появились истории о том, что есть такие игры в социальных сетях, которые стимулируют детей к совершению самоубийства. Это городская легенда или под этим есть какая-то реальная основа? Я не знаю. Я не знаю, я не могу это комментировать, потому что я точно так читала что-то об этом, и мне сложно говорить. Я сейчас думаю, знаете, если возвращаться тоже нам, например, к случаю стрельбы в школе, скажем так, потому что этот феномен, он стал, кстати, активно изучаться, и, по-моему, с 2002 года в Германии стало происходить большие достаточно серии исследований, которые были направлены на то, чтобы понять причины, и каким образом можно это предотвратить. И в настоящее время, например, есть опросник, по-моему, порядка 100 вопросов в нем, который позволяет изучить действительно опасность. Если опасность, то есть, конечно, необходимо обращать внимание, когда подросток начинает агрессивно что-то говорить, что он хочет убить учителя или кого-то. Причем, что примечательно, во всех случаях, там обязательно перед этим, перед совершением этого преступления, есть как бы сигналы об этом преступлении. В Казани то же самое было. Этот парень, он вел за неделю до этого телеграмм, на канале телеграмм, где он писал совершенно такие полные ненависти, посты. На это никто не обратил внимания. И исследования показывают, что хотя тип этих ребят абсолютно разный, то есть мы не можем сказать, вот этот ребенок такого типа может что-то такое совершить. Нет, тип абсолютно разный. Притом этот мальчик, он, кстати, был, он окей себя вел с ним, не было ничего какого-то привлекающего внимания, пока он учился в школе. Но дальше вот эта картинка, она похожа, они обычно сигналят об этом. И для меня эта история про некую социальную нечувствительность, поэтому я говорю, для меня этот кейс больше про небезопасность, чем конкретно про агрессию. Конечно, там есть патология, однозначно. И для меня тоже вопрос в том, а что же разгоняет эту ярую ненависть, ярую ненависть, и настолько проявленную ненависть. Потому что с психотерапевтической точки зрения мы как бы склонны полагать, что человек обычно делает с другими то, что когда-то делали с ним. То что-то он такое переживал, и потом он начинает отыгрывать. Но степень этого, конечно, это болезненная степень. И как мы не видим эту болезнь, вот это, конечно, это вопрос. Хорошо. Тогда последний вопрос. Назовите, пожалуйста, три вещи, которые родитель должен успеть сказать своему ребенку за жизнь. Я тебя люблю. Я очень рада, что ты есть. И замечательно, если он расскажет, чем была хороша именно его жизнь, этого родителя. Когда он скажет, ты знаешь, я был счастлив тогда-то, тогда-то. Потому что, мне кажется, родители, одна из важных задач, которую они должны сделать, это влюбить своего ребенка в жизнь. Если они сами не любили жизнь, не были счастливыми, ребенку очень сложно научиться. Хорошо, Евгения, большое вам спасибо. Уважаемые зрители, я напомню, наши сегодняшние гости – это психолог, доктор психотерапевтических наук Евгения Карлин. Спасибо. Спасибо, что пригласили.